Мисс Пипи Но откуда Google все знает? Представьте себе библиотеку с миллионами различных книг. Они хранятся на полках в определенном порядке. Этот порядок известен сотрудникам, и когда вы просите какой-нибудь конкретный том, библиотекарь без труда находит его в положенном месте. Примерно так же работает и Google, только вместо книг у него веб-страницы. Поисковая система изучает все существующие в мире сайты и фиксирует их расположение в удобном для себя виде. Когда пользователь вводит какой-нибудь запрос, Google смотрит, где ему попадались подобные сочетания букв или символов, и выдает клиенту ссылку или соответствующие сайты. И все это за доли секунды. Google учится. Он постоянно мониторит интернет, ежесекундно добавляя новые страницы в свой список. Сейчас там десятки миллиардов различных веб-сайтов. Google – это компания, которая считает своей основополагающей задачей предоставление любому человеку в мире информации, которая ему нужна. Получив необходимую информацию, люди могут принимать лучшие решения для себя, своей семьи, для общества. В этом мире много чудесных личностей, с разнообразными потребностями. От африканского фермера и индийской мамы до бизнесмена из Японии. В наши дни все нуждаются в информации. Google верит в разрушение всех барьеров между человеком и той информацией, которую он ищет. Google вырос из дипломного проекта двух студентов Стэнфордского университета. В январе 96-го Ларри Пейдж и Сергей Грин разработали систему поиска информации, которую назвали PageRank. Вскоре их разработкой заинтересовался инвестор. На вопрос, как называется компания, которой выписать чек, ошарашенный Сергей почему-то выпалил Google. Хотя такой фирмы еще не существовало. После того, как чек был подписан, ребята зарегистрировали это название. Google, кстати, это искаженное написание слова Google, которое в свою очередь означает число из единицы и ста нулей. Сегодня Google это транснациональная корпорация, на которую работают более 120 тысяч людей по всему миру. Стоит компания более триллиона долларов. Кроме поисковой системы, у Google есть почтовый сервис, ресурс для просмотра видео, свои карты практически всех городов мира. А еще Google развивает собственную интернет-инфраструктуру. Например, этим летом стало известно, что IT-гигант начал прокладывать интернет-кабель по дну Атлантического океана. Оптоволоконный провод соединит США, Великобританию и Испанию и обеспечит им более быстрый и стабильный интернет. Я думаю, что Google не осознает того факта, что он является корпорацией. Я думаю, что Google считает себя неправительственной организацией, которая просто зарабатывает много денег. И они представляют себя общественными реформаторами, у которых просто случайно есть акции на рынке, и просто случайно есть инвесторы и акционеры. Но они абсолютно точно думают о себе, как о тех, кто делает этот мир лучше. Деятельность Google часто вызывает и недовольство. Например, его обвиняют в нарушении прав на неприкосновенность частной жизни, как в случае с виртуальными картами, когда в общем доступе оказались изображения домов и дворов тысяч простых людей, которые не желали этого. Особенно много споров возникло вокруг проекта Всемирной цифровой библиотеки. Google предложил отсканировать все существующие в мире книги и собрать их онлайн для общего доступа. Компания разработала специальную копировальную станцию и начала цифровывать книги ведущих библиотек мира. Но против оказались правообладатели, авторы книг, у которых никто не спрашивал разрешения на выкладывание их работ в бесплатный и общий доступ. Google не только показал, что Всемирная цифровая библиотека может быть создана в принципе. Они доказали, что это можно сделать сегодня. Google и его сервисы стали неотъемлемой частью жизни общества. Даже слово специальное появилось — «гуглить». Этот глагол занесен в самый авторитетный оксфордский словарь английского языка со значением «искать что-то в интернете через Google». Хотя другие словари и большинство пользователей используют его в значении «искать что-то в интернете вообще», неважно с помощью какой поисковой системы.